Дорогие коллеги, я надеюсь, слышно меня хорошо. Давайте тогда начнем. Если какие-то проблемы со звуком, то опять-таки пишите в чат. Тема сегодняшней встречи – акции, фестивали, марафоны и сетевые проекты в библиотеке. С учетом создавшейся ситуации, с учетом современного положения дел, когда библиотеки вынуждены работать на два фронта – и онлайн, и оффлайн, и в обычном режиме, и в режиме дистанционной работы. Вот я постаралась это все учесть, рассказать одновременно, постараюсь, и о том, как можно провести это и в реале, и в виртуальной реальности. Все вот эти различные формы. Выбрала я эти формы не случайно. Это, наверное, самые распространенные формы активной работы, активной и интерактивной, предполагающей, что читатели становятся не просто участниками пассивных мероприятий, а полноправными участниками, активно участвуют, демонстрируют свои способности, возможности, каким-то другим образом активно взаимодействуют. И это все здорово, это все замечательно, и все это можно и нужно использовать в библиотеке. А я бы хотела поговорить в связи со своей такой специализацией о том, как к этому делу можно еще привлечь интернет-технологии, онлайн-сервисы, которые могут помочь сделать эти мероприятия в библиотеке еще интереснее. Вот об этом сегодня и пойдет речь. Как они заявлены у нас в названии, так по порядку я и предлагаю пойти. Начнем с первого из мероприятий заявленных – акция. Сейчас очень популярный формат библиотечных акций. Проводится огромное количество самых разнообразных в библиотеке. Как правило, если переводить на русский язык акции, что это такое? Это действие направлено на достижение какой-то цели. Самое главное в библиотечной акции, да и вообще в любой, наверное, это то, что это событие, которое раньше, может быть, в библиотеке либо не происходило, либо происходило как-то по-другому. В общем, необходимо, чаще всего, акции – это что-то яркое, необычное, привлекающее внимание. Как правило, это какое-то комплексное мероприятие, которое состоит из ряда маленьких мероприятий. Оно относительно не очень длительное, то есть акция там очень редко. Как правило, она может длиться несколько дней, недель, может быть, месяцев, но это максимум. Среди оставшихся мероприятий она, наверное, самая краткосрочная. Акция предполагает какой-то конкретный конечный результат. Как правило, акции проводятся с целью приближения библиотеки к читателям, заманивания, так сказать, читателей в библиотеку, привлечения внимания к ней. Ну и, о чем я уже говорила, это новизна, конечно же. Акции обязательно должны быть разные. Всякий раз нужно удивлять читателей. В этом смысле фантазия библиотекарей должна работать на полную. Есть очень много информации, методических рекомендаций о том, как создавать акции, о том, что для них нужно. Я уже просто пересказывать все не буду. Основное, на что хотелось бы обратить внимание, на то, что акция должна быть на момент продумывания. Нужно представлять, какой результат вы хотите получить. Привлечение читателей, например, чтобы их стало больше, либо чтобы увеличились какие-то показатели библиотечные. У акции прописывается сценарий, что в каком порядке вы хотите получить. Ну, о ярком формате я уже говорила, на это тоже стоит обратить внимание. Если у вас акция какая-то многоплановая, многомасштабная, то, конечно, хотелось бы привлекать партнеров самых разных. Но чаще всего это библиотека в сотрудничестве с учебными заведениями работает. Мы вот, когда я работала в библиотеке Музея Блинова, именно так и работали с учебными заведениями. Реклама акции. Как правило, для этого используется основная площадка – это социальные сети. На сегодняшний момент это самая эффективная реклама, как показала практика. Ну, и сайт библиотеки, конечно же. Хорошо бы, если в рамках акции проводились какие-то конкурсы, игры, викторины. Вот этот эффект состязательности, он тоже привлекает внимание к мероприятию, делает его интересным. Ну, и, наконец, самые активные участники акции, как правило, поощряются самым разнообразным образом. Призами, подарками, дипломами и так далее. Самая известная акция, о ней, наверное, говорить и не стоит подробно. Все о ней знают, наверняка участвовали, проводили. Это библионочь. Самая известная, где одновременно мероприятия происходят на разных площадках. Читатель может переходить из одной площадки в другую, участвовать сразу в нескольких мероприятиях, выбирать то, что ему по душе. Библионочь всегда поражает читателей какими-то совершенно феерическими формами. Начиналось все со встреч, круглых столов, каких-то конференций. Сейчас и конкурсы, и викторины, и квесты, и музыкальные и танцевальные выступления, и фаер-шоу, и выставки, экскурсии, спектакли, и чего только нет в рамках библионочи. В 2021 году планируется проведение библионочи, правда, пока непонятно, в каком формате, онлайн или все-таки в стенах библиотеки. Примерная дата ориентировочная 21 апреля. Ну и лозунг будущей библионочи. Мечтаем, чтобы библионочь прошла очно. Как это получится, пока неизвестно. Но так или иначе, если вы планируете участвовать в библионочи, то можно начинать к ней готовиться. А вообще, кроме библионочи, какие еще бывают акции в библиотеке, я составила такой небольшой списочек. Может быть, что-то из этого вам и знакомо. Ну, акции к юбилейным литературным датам, посвященным писателям-юбилярам. Это больше акции для продвижения чтения и литературы. Акции по творчеству определенного писателя. Такая акция у нас была. Мы, например, проводили акцию «Читаем» Константина Симонова к его юбилею. Записывали на аудио и на видео чтение стихов, выразительное чтение стихотворения Симонова читателями нашей библиотеки. Акции связаны со значимой календарной датой. Вот очень много акций в этом году было связано с 75-летием Победы. Патриотических самых разнообразных. Ну, вот, например, о героях былых времен или какие-то другие мероприятия, связанные с этой датой. Много акций, основанные на читательских предпочтениях. Ну, например, из таких форматов, например, я выяснила, что есть такая акция «Книга года». В основе этой акции составление списка читательских предпочтений читатели голосуют за книги. Выбирают книгу, которая пришлась по душе, книгу «Разочарование», антикнигу, которую ни в коем случае читать не надо, книгу для друга, семейную книгу и так далее. Тут можно много-много номинаций придумать, ну и проводить опросы читателей, какие-то игры, голосования. Тут фантазия может быть работать по-разному. Еще одна интересная книга – «Разновидность предыдущей акции». Подвешенная книга по аналогии с традицией. Одно время была очень популярна, о ней много говорили, сейчас редко ее проводят, но была такая акция во многих библиотеках. Почему подвешенная? Ну, такая была традиция неаполитанская – подвешивать кофе. Когда человек покупает себе чашку кофе и оплачивает еще одну, как будто ее подвешивает, но не выпивает, а оставляет в библиотеках в кафе. Для тех, кто хочет выпить кофе, но у кого нет на это денег. Здесь акция немножко другая была, здесь взяли в основном только названия, а смысл в том, что читатель может на неделю или на несколько дней, что называется, подвесить свою книгу, то есть выставить на полку какую-то свою любимую книгу с рецензией, с мнением, с эмоциями. Если это в виртуале проводится, то записать видеоролик о книге, который будет демонстрироваться, привлекать внимание читателей. Самые активные участники акции награждаются призами, а библиотека получает интерес к этой литературе, может быть, увеличение каких-то показателей, связанных с посещением библиотеки. Ну, а отдельной строкой идут всякие рекламные акции или промо-акции, как их называют, при виде друга в библиотеку, запишись в библиотеку. Библиотеки стали активно выходить на улицы, привлекать читателей, раздавать флайеры, листовки, разные полезные, как молодежь говорит, ништячки. Сувенирную продукцию заманивать в библиотеку вот таким образом. Да, еще подсказка у нас в чате. Много всероссийских акций проводится, я уже не стала прямо весь список оглашать, их действительно много. Бегущая книга, подари книгу библиотеки, это благотворительная акция для пополнения фондов. Много-много, да, вернее, все прощу, это хорошее название, да. Для возврата книг в библиотеку тоже хороший вариант. Да, то, что я говорила, главное в акции, какая-то заманиха, чтобы была хотя бы в названии, тогда она привлечет внимание читателей наверняка. В общем, тут каждый выбирает свой формат. Я думаю, что можно и в музовских библиотеках проводить такие акции, но по возврату книг в библиотеки, я думаю, это актуально во все времена. То есть наверняка задерживают книги не только в обычных библиотеках, но и в вузовских. А в вузовских библиотеках очень много акций, я знаю, на основе различных календарных дат, связанных с календарем. Насчет творчества определенных писателей не знаю, а вот промо-акции, вот такие вот акции по возврату книг и связанные с календарными, очень даже хорошо проходят в стенах. Главное продумать план этой акции, какие-то придумать такие мероприятия, что называется с вау-эффектом, чтобы вызвать ажиотаж своим мероприятиям. Ну, а акции, как я уже сказала, комплексная вещь. Туда можно вставить и презентации, и встречи, и выставки, игры, экскурсии, и квесты, и баттлы, и живые концерты. Все, что угодно внутри этой акции может существовать. Единственное, что сейчас, поскольку библиотеки ограничены в проведении массовых мероприятий, а, как правило, это все массовые мероприятия, то, по сути, сейчас все это переехало в онлайн. И вот красным я выделила то, во что это может превратиться. Более презентации стали видео-лекции, видео-интервью, виртуальные выставки, онлайн-викторины. Я научилась теперь проводить игры через Zoom. Это тоже интересное мероприятие, онлайн-викторина. По сути, когда аудитория находится в учебном заведении, например, в нескольких аудиториях, две или три команды, у каждой есть выход в Zoom. Ну, и я на экране демонстрирую слайды игр, слайды с вопросами викторины. А учащиеся в чате пишут ответы. Чат закрытый, поэтому ответы вижу только я. После каждого вопроса я подвожу итоги, зачитываю ответы и расставляю баллы участникам, которые правильно ответили. Ну, и в таком формате дальше продолжается игра. Интересное мероприятие, правда, со стороны выглядит немножко своеобразно, но вообще можно и так. Это интересно получается. Особенно, если у вас Zoom не ограничен 30 минутами, он в бесплатном формате только на 30 минут рассчитан. Максимум на 40. А вот у нас библиотека позволяет возможности сделать побольше мероприятий, поэтому можно. А вообще, да, и на 30 минут отличная игра пройдет в Zoom, если хорошо организовать. Да, краткость таланта, согласна. Виртуальные экскурсии, само собой. Ну, были у нас баттлы, когда соревновались там в чтении стихов, в каких-то других умениях. Ну, часть всего чтения, конечно, было. Сейчас это уже не актуально. Сейчас баттл очень редко встретишь. Сейчас более такой модный формат челлендж. Ну, по сути, челлендж в переводе – это вызов. Если на русский язык перевести, то есть ты выполняешь какое-то задание и бросаешь вызов остальным участникам, чтобы они сделали лучше, чем ты, повторили за тобой или что-то придумали свое. Челленджи сейчас записываются на видео и распространяются в сети. Ну, бук-челлендж, например, очень часто в библиотеках можно это встретить. Когда читатели, например, читают отрывок из своей любимой книги, видеорецензию на нее записывают, какой-то там обзор, может быть, и так далее. Вот это все красиво называется теперь книжный челлендж. Квесты тоже переехали виртуально и стали называться веб-квестами. Ну, и вместо живых концертах сейчас предлагают онлайн-трансляции в Ютубе. Либо видеоролики, либо онлайн-трансляции в Ютубе. Так что было бы желание, а все эти форматы, конечно, там плюс-минус, но можно перенести онлайн. Как показала практика, самым распространенным форматом сейчас в этих условиях стало видео. И в этом смысле придется так или иначе осваивать видеоредакторы. Дело, конечно, это достаточно сложное. Нужно время для освоения даже простого видеоредактора. Надеюсь, со мной согласитесь. Я покажу вам три разных варианта работы с видеоредакторами. Может быть, что-то для себя вы почерпнете из этого. Напоминаю, что существует все еще возможность презентации переводить в формат видеороликов. Это начиная с версии 2007 года. Это существует. Вам необходимо просто открыть презентацию, выбрать вкладочку «Показ слайдов» и внутри опцию «Запись показа слайдов». Ну а далее, когда выставишь все галочки и нажмешь «Начать запись», можно будет листать слайды презентации и их озвучивать прямо голосом поверх слайдов. А далее все это можно сконвертировать в формат видео. Из презентации видеоролики делаются, начиная с версии 2010 года PowerPoint. Но сейчас наверняка она во всех стоит и даже выше и больше. Поэтому это сейчас даже не проблема. Так что все презентации теперь совершенно спокойно можно озвучить и перевести в формат видео, озвучив голосом за кадром. Еще что. Простой видеоредактор, который позволяет и видео-лекции делать, и слайд-шоу, и любое видеоинтервью смонтировать и так далее. Movie Maker или киностудия Windows Live. Сейчас в Windows 10 еще появилась упрощенная версия. Она называется просто видеоредактор по русскими буковками. Позволяют они монтировать видео, редактировать, накладывать звуки, добавлять интерспецэффекты. В общем, все основные функции здесь присутствуют. Все это на русском языке. Если вы собираетесь создавать видеоролики с обзорами, с интервью и так далее, то для начинающих как раз хороший вариант. Кстати, не только для начинающих. Довольно стабильно работающий сервис. Как правило, он входит в рецензионную версию Windows. Надо в списке программ посмотреть. Он там должен быть. Что он позволяет? Кроме того, что просто загрузить видео, снятое с видеокамеры, можно добавить озвучку, либо музыку фоновую. Единственное, что здесь одна аудиодорожка и одна видеодорожка. Ну вот, значит, видеодорожек две не получится добавить, а вот две аудиодорожки у меня получалось. Пришлось много ходов применять. То есть сначала записать видео с одной звуковой дорожкой, сохранить, потом опять загрузить в программу и поверх записать еще звук, допустим, фоновую музыку добавить. Ну вот таким хитрым способом. Музыку можно добавлять не только прямо на весь видеоролик, можно с какого-то текущего эффекта это сделать. Что еще? Можно резать. Здесь хороший инструмент для резки видео. Мне очень нравится, потому что это получается быстро. К сожалению, в основных видеоредакторах они очень наворочены, там резку надо еще найти, где она выполняется. Здесь это кнопочка правка, кнопочка разделить. Делим видео на кусочки, нужные кусочки просто, вернее, наоборот, ненужные кусочки просто удаляем. И все это вместе соединяется. Очень хорошо там, звук не плывет, все очень хорошо режется. Так что, в общем, эта старая добрая программка, она действительно очень сильно выручает. Если какое-то простое, не супер перегруженное слайдами видео хотите создать, то это вот оно и есть. Ну, плюс здесь еще можно титры добавить, надписи поверх экрана. И, собственно говоря, все это сохранить себе на компьютер в хорошем качестве. Ну, вот титры, пожалуйста. Опять-таки, тут есть всякие интересные эффекты выплывания текста, красивые, с блесками просто выплывания текста. Есть переходы между слайдами, кусочками видео, в разделе анимации, визуальные эффекты. Можно немножко осветлить видеозапись, если она в темном помещении снималась. В общем, здорово, все работает. Что еще? У меня на компьютере стоит три вообще-то видеоредактора. Если видео более сложное, и там нужно, например, две видеодорожки, одно видео поверх другого, либо картинка в картинке, когда, например, идет фон, а поверх нее, допустим, обложка книги должна появиться по задумке. Плюс, если нужно много аудиодорожек, если вы записали много звуков, их надо один поверх другого накладывать, вот для такой работы больше подходит вот этот инструмент. Условно бесплатная программа, когда-то раньше была бесплатной абсолютно. Сейчас я ее скачала, попробовала в ней поработать. Пять видео записались бесплатно, на шестом видеопрограмма запросила денежку. Но по сравнению с остальными видеоредакторами, здесь вполне такая более-менее демократичная цена – 3000 рублей. Так что ее можно скачать и попробовать. Пять видео сделать и посмотреть, как вам в ней работает. Мне понравилось. Она более продвинутая, чем Movie Maker. Здесь можно добавить несколько аудиодорожек, несколько видеодорожек. К ней, правда, надо немножко подстроиться. Но самое главное, что она на русском языке. Здесь тоже все те эффекты, что и в Movie Maker, плюс еще немножко больше. Здесь же можно и все это скачивать на компьютер, и на YouTube переправлять, загружать. Можно выбирать качество, похуже, получше, исходного продукта. В общем, хороший инструмент, можно попробовать. Ну и третья программка, которая у меня стоит на компьютере – это Pinnacle Studio. Она платная изначально. Для чего она мне нужна? Она позволяет монтировать тяжелое видео, или если оно в каком-то замысловатом формате. К сожалению, предыдущие сервисы не со всеми форматами справляются. Их любимые форматы – это MP4 и IV. А если какие-то другие снятые форматы, особенно на навороченные камеры, либо на какие-то профессиональные видеокамеры, снятое видео, либо если видео весит несколько гигабайтов, его надо как-то порезать, отредактировать, то вот эти видеоредакторы могут и не справляться с тяжелыми файлами. Поэтому вот Pinnacle Studio. Она тоже позволяет делать все то же. У нее много видеоэффектов, разные красивые футажи есть. Правда, она будет еще сложнее. Тут придется тоже изучать. Я пока еще не до конца с ней освоилась. Она мне не всегда нравится. Да, и особенно то, что она подвисает. Тут нужен сильный компьютер, к сожалению. Но, собственно, работа с видео, она всегда связана с сильной машиной. Должна быть сильная машинка для того, чтобы работать с видеофайлами. Ну вот Pinnacle справился с сложными форматами и с тяжелым видео. Все-таки я его добила, этот видеофайл тяжеленький. Ну вот у меня более-менее такая нормальная машинка, она справляется. Из платных программ Pinnacle, она, наверное, самая легенькая еще. Еще Sony Vegas не пробовали установить. Это реально тяжелая программка, которая может подвесить весь компьютер. Pinnacle, он стоимость от 3 до 7 тысяч. Самая простая версия около 3 тысяч. Самая навороченная 6800 стоит сейчас. Уже вышла 24-я версия. Все новые и новые эффекты, новые и новые возможности. К сожалению, тут нет демо-версии. Если в видеопаде можно попробовать, то в Pinnacle не получится. Ну, это вот, собственно, мои предпочтения. Есть еще многие разные другие. Многие хвалят программу Movavi. У нее или Movavi. По-разному я слышала это произношение. У нее есть лицензия образовательного тарифа. То есть, если учебное заведение приобрело лицензию, то программка вам достанется бесплатно. Я в ней не работала, потому что у нас не было лицензии, но оплатно она мне была немножко не по карману. Но говорят, что тоже неплохая программа. Может быть, если кто-то работал в чате, напишите, как вам в ней. В общем, тут дело вкуса. Так или иначе, выбирать уже самому библиотекарю, в чем удобнее работать. Ну, а если говорить о том, как это видео распространять, то можно это делать и в социальных сетях, и на сайте библиотеки. Некоторые библиотеки становятся буктюберами, начинают записывать видеоролики, посвященные книгам. Мы бы сейчас сказали, что это обзор на книгу. Ну, вот красивое слово буктюбинг для этого появилось. То есть, когда библиотекарь садится перед камерой, рассказывает о какой-то книге, привлекая к ней внимание. Как ни странно, вот буктюберы собирают большие аудитории. Да, вот написали, работает. Да, я много слышала от нее хороших отзывов. Ну, вот буктюбинг. Известный канал, Мара Бук, или приют мысли, ведет и библиотекарь Тамара Хакимова. Если посмотреть на слайд, у нее около 13 тысяч подписчиков. Вообще, достаточно большая аудитория для библиотечной работы. Так что о книгах можно рассказывать и вот в таком формате. Если внутри акции вложены какие-то игры, вы предполагаете соревновательный момент, можно себя проверить, там станья проверить, какие-то онлайн викторины. Как правило, сейчас в акциях проводится одно какое-то крупное мероприятие, ну и плюс какие-то онлайн игры и викторины для читателей дополнительно к этому основному мероприятию. То вот я выбрала тройку своих любимцев на русском языке онлайн сервисы, которые позволяют быстро сделать игру. Ну, самый простой, наверное, Ленин Эпс. Наверняка все попробовали. Он по-прежнему остается на волне, потому что предлагает бесплатно более 20 шаблонов, причем они развиваются. Я заметила, что стали появляться новые какие-то шаблончики. Интерфейс изменился, появилось больше возможностей. Это здорово. Бесплатный абсолютно сервис. Вы можете тут создавать любую игру по любому шаблону, использовать уже готовые игры в том числе. Шаблонов много. Ну, вот самый распространенный вариант вот викторина, самая известная. С выбором одного вопроса из нескольких. А кроме викторин, тут еще есть кроссворды, игры на то, чтобы найти пару, игра, кто хочет стать миллионером, какие-то другие интеллектуальные развлечения, хронологические линейки. Можно даже маленький веб-квест организовать в этом сервисе. В общем, я сейчас ссылок вам в чат добавлю, если кому-то интересно, посмотрите. Ну, вот, пожалуйста, несколько ссылок на разные совершенные игры. Здесь все получается красиво и просто. Конструктор абсолютно простой. Вам нужно, например, вот, например, викторина, которую я сейчас показывала, изнутри выглядит вот так. Вопросы, варианты ответа. В качестве вопроса вы можете выбрать текст, либо картинку. Есть еще подсказка даже, что нужно сделать. Обязательно отмечаем, правильный он или неправильный, и сохраняем. Сервис после этого вам сгенерирует викторину по вашему желанию. Вот, в принципе, по такому конструктору здесь строится практически все. Если нужно быстро и просто, то вот оно. И, собственно говоря, все это вставляется на сайты и в блоге совершенно без проблем. Другой мой любимец – это сервис Удоба. Он тоже шаблонный, он тоже позволяет создавать много игр на основе шаблонов, 12 разных игр, 4 викторины, видео викторины и все такое. Самый интересный шаблон здесь называется квиз. Вот это вот модно тоже сейчас создавать квизы, по-русски мы сказали викторины. Но вот есть такой шаблончик или по-другому question set. Он позволяет создавать викторины с разными типами вопросов. Если вот в Ленин Эпс выбрали один вид викторины, вот все вопросы будут строиться именно так, то здесь внутри шаблона вы можете выбрать разные вопросы. С одним правильным ответом, с несколькими правильными ответами. Там может быть игра «Подбери пару», то есть текст и картинку соединить, заполнить пропуски, вставить слова, ответить на вопрос «Правда или ложь» и так далее. В общем, тоже хорошая штука. Она стала сейчас на русском языке. Раньше этот сервис был H5P, но сейчас, поскольку H5P стал в основном платным, вот появилась русская версия на том же самом конструкторе сделанная. Шаблоны перевели на русский язык и стало работать проще и интереснее. Плюс, конечно, сюда можно картинки загружать, даже видеоролики. Так что советую. Ну, если вы хотите какой-то в рамках акции провести дистанционный конкурс и наградить участников, предыдущие сервисы больше для самопроверки, для развлечения участников, то есть поотвечали, посмотрели, что-то узнали новенькое. А если вы планируете что-то более серьезное в рамках акции, например, провести какую-то онлайн дистанционную викторину и наградить победителей, то можно это сделать с помощью Google формы. Да, я говорю только о бесплатных. Все это бесплатные сервисы. Ну, вот мы сделали вот такую викторину. Сейчас вам ссылку отправлю. Это очень простая, на самом деле, викторинка, без картинок даже. И вторую ссылку я вам отправлю уже с видеороликами викторину, чтобы можно было все возможности посмотреть. Google форма – хороший инструмент, как я ни крутилась, но вот лучше пока не увидела, поскольку здесь практически, да не практически, здесь вообще нет никаких ограничений. То есть ни по количеству вопросов, ни по количеству викторин. Самое главное – это Google аккаунт нужен. Заходите в свой Google диск, создаете Google форму, заполняете ее. Она очень простая, вот такая вот. Там, где написано один из списка, здесь открывается выпадающий список, и можно выбирать. Разные формы вопросов. Один из списка, несколько из списка. Можно открытые вопросы делать, например, если у вас какой-то сложный вопрос, вы хотите узнать мнение читателей, туда можно сделать открытый вопрос, графу, и куда читатели будут вписывать ответы. И все дополнительно, можно какой-то вопрос сделать обязательным, да и не какой-то, можно все сделать обязательными. Еще обязательное поле – это для фамилии и имени участника. Например, если вы планируете подвести итоги, вам, чтобы знать, кто отвечал, обязательным вопросом нужно поставить фамилию и имя. Обязательно. Это значит, что шаблон викторины не отправится для проверки, пока участник не ответит на этот вопрос. Так что, да. Да, можно встраивать в удобе, все тоже можно встраивать на сайты и блоги, там все работает. Ну, и после этого Google осталось опубликовать форму и, собственно говоря, просматривать статистику. Есть статистика, ну, вот так выглядит сама форма, 14 ответов, например, положено. В разделе «Ответы» можно посмотреть вот такие красивые диаграммы, что, как отвечали участники в целом. Если участники представлялись, то можно посмотреть статистику по каждому участнику. Чтобы особенно не искать вот это все, можно создать Google таблицу, и вам все ответы будут собираться в Google таблицу, вы сможете просматривать. Там более подробно каждый участник будет прописан и напротив все его ответы. И вы так можете подводить итоги. Более того, Google форма позволяет еще и автоматическую проверку настроить. Если у вас все вопросы с выбором одного ответа из нескольких, и вы отмечаете, правильно или неправильно, Google форма в настройках от шестереночка вверху, если обратите внимание, рядом с кнопкой «Отправить». Если ее открыть, там можно настроить Google форму для того, чтобы она работала в режиме теста. То есть автоматически проверяла вопросы на правильность, ну, и вам давала статистику. Допустим, из 14 вопросов 10 отвечает правильно. Это облегчает задачу, вам не нужно самостоятельно вручную подводить итоги. Но, повторюсь, это работает только если у вас все вопросы с выбором одного ответа. Ну, вот, например, какая-то викторинка, нужно из нескольких ответов выбрать один верный. Вот это на такой случай. Собственно, тут все просто. Есть поддержка Google Support, она называется. У меня подробно с картинками все рассказывается. Если вы хотите сделать какой-то квест, ну, понятно, что в режиме реальности уже не получается это создавать, можно веб-квест делать. И тоже тут мой любимчик, сервис Леонис, который позволяет, сервис русскоязычный, бесплатный, который позволяет создавать веб-квесты по принципу «выйди из комнаты». Наверняка слышали о таких квестах, когда дается определенное количество времени, и нужно выйти из комнаты. Для этого нужно разыскать какие-то подсказки в этой комнате, выполнить задание, получить код, и с помощью этого кода, наконец, выбраться наружу. Здесь принцип точно такой же. Здесь есть локации, какие-то комнаты, ну, вот, например, такие. Сейчас их больше стало, потому что сервис развивается, локаций стало больше. Выбираете любую, ну, а дальше добавляю, осталось добавить просто к ней разные задания. Причем эти задания не будут висеть в открытом режиме. То есть они будут спрятаны внутри комнаты. Здесь нужно двигать мебель, открывать ящики, что-то переставлять, перевешивать задания. Например, смахнуть пыль, стереть паутину, протереть окошко. Ну, по ходу будут возникать разные задания, и нужно что-то придумывать. Например, прочитать мелкую записку, а для того, чтобы ее прочитать, надо найти лупу. А лупа спрятана в ящике стола. В общем, вот такие вот игры. И все это в режиме онлайн, внутри локации происходит. С помощью компьютерной мышки вы все эти задания выполняете. Изнутри выглядит конструктор таким вот образом. Вам нужно всего лишь придумать задания. В каждой локации заданий разное количество. От трех до пяти и больше. Сначала нужно посмотреть локацию, сколько внутри заданий, потом нужно их приготовить. Задания выполняются в формате картинки. На, например, PowerPoint делается слайд, на котором прописано задание, и сохраняется как картинка. А дальше в таком формате загружается. Вот, например, здесь три задания. Переносим мышкой графический файл, как он здесь написан, картинку по сути, и загружаем это задание. Ответом на задание должна быть какая-то буква, цифра, может быть, фрагмент какой-то фразы. В общем, из этих кусочков потом предстоит составить код. И код этот поможет выйти из комнаты. То есть сначала надо придумать этот код, потом придумать задание, потом это сделать и потом все загрузить. Вот нам уже квест подсказали в чате. Так что можете попробовать, это интересно потренироваться. Много-много сейчас квестов делается, целые мастер-классы по этому сервису проходят. Хотя тут даже особо не нужно в мастер-класс погружаться. Прямо на сайте есть поддержка и видеоролик, пошагово рассказывает, как и что здесь нужно делать. Дополнительно можно несколько вариантов квеста придумать, и он будет тогда перемешивать в случайном порядке, разным участникам выдавать разные варианты, если интересно. Дальше есть вкладочка «Получение доступа». Как только квест вы добавили, код прописали, тут еще есть такой называемый сюрпризный момент, такой тортик перевязанный с ленточкой или коробочка с ленточкой. Это какой-то бонус участнику, который он случайно может найти, когда будет искать по комнате. Можно заполнить, это не обязательно поле, но можно какую-то дополнительную информацию или подсказку можно зашифровать. Кстати, можно добавить еще звуковые файлы, сейчас такая опция появилась, я со звуком еще не пробовала. Если пробовали, можете описать, как вам. А во вкладке «Получение доступа» получаем код от комнаты, ссылку, ну и делимся дальше в социальных сетях. К сожалению, код тут не предусмотрен, чтобы встроить на сайт и в блог, хотя я пробовала, опять-таки, через сервис удобно. Есть у него такая опция создания кодов и ссылок. Очень хорошая вещь иногда. Для хитрых. Вставляете в шаблончик ссылку, и он вам делает код. А вы этот код уже вставляете на сайт. А на сайте, конечно, вы можете делиться ссылкой и в социальных сетях, и на сайте. А вставка только вот, либо через удобу, как хитрое жульство, либо еще каким-нибудь хитрым способом ваши программисты могут вам предложить. Самого кода Ленис не дает. Ну, а если говорить о виртуальных выставках, тоже популярный формат, куда же нам без выставок, это, конечно, сервис Дженниали. Пожалуй, я бы выбрала и поставила бы на него, потому что он дает так называемый вау-эффект. То есть здесь много анимации, здесь много разных интересностей, интерактивных меток, по которым интересно ходить, что-то открывать, добавлять, вернее, не добавлять, а просматривать и так далее. Так что вот. Интересные инструменты, тоже бесплатные. Не поняла, о ком разобраться, а Дженниали я сейчас расскажу. Это несложный сервис. Здесь можно сделать выставки двух форматов. Можно как презентацию сделать. Тогда нужно выбрать шаблон для презентации. Ну вот, например, раздел выставки. Тут каждый раздел выставки интерактивный. Нажимаем на значочек, такой кружочек рядышком открывается этот раздел. Это все делается на готовых шаблонах. Лучше, если вы впервые в этом сервисе, взять готовый шаблон и просто поменять в нем содержание. Там достаточно много всего интересного. А если уж совсем все сложно, то можно взять другой шаблон. Называется интерактивный плакат. Интерактив имидж. Он тоже бесплатный. Там шаблонов нет. Вы загружаете свою картинку, а дальше на эту картинку наносите интерактивные метки. Получается вот такая выставка. Вы можете поставить в зале обученную выставку, сфотографировать ее, а дальше сделать ее виртуально и разместить в сети интернет. На фотографию наносятся вот такие вот интерактивные штучки, метки, фишки по-разному. Называют горячие точки. Открывая каждую метку, читатель может просматривать дополнительную информацию. Либо про книгу подробнее узнать, либо более подробно рассмотреть картинку. А еще здесь есть видеоролики, аудио можно добавить, географические карты, просто фотографии, многое-многое другое, гиперссылки. В общем, здесь практически все. Поэтому я сервис этот доведила. Очень удобный и интерактивный. Ну вот шаблоны для презентации выглядят вот так. То, что помечено желтеньким, это платный, но здесь можно отсортировать. Нажать free, и выйдут только бесплатные. Вот представим себе, что это либо слайд презентации, либо интерактивный плакат. Метки добавляются через кнопку интерактив элемент. Здесь кнопочки разные, с буквами, с цифрами, с маркерами и так далее. Есть даже невидимые метки, которые не видно вообще. Их не заметишь, пока мышью не будешь вводить по картинке. Ну, может быть, тоже для чего-нибудь сгодится эта штука. Поверх картинки можно добавлять еще разные тексты, фотографии, ну, даже вот интерактивных меток уже слегка и хватает. А дальше каждую метку мы просто редактируем. Мы по ней нажимаем, открывается окошечко, мы вписываем текст, добавляем внутрь картинки. Можно гиперссылки добавить, можно видеоролик вставить. В общем-то, тут все довольно несложно. Если кого-то более заинтересует, это все. На последнем слайде презентации у меня есть обучалки по всем сервисам. Так что можете потом самостоятельно пошагово попробовать. Ну, вот еще один мой любимец. Что касается акций, если уж возвращаться назад, есть много сетевых акций, которые изначально создаются для сети. Это мы сейчас все пробовали переводить мероприятие из оффлайна в онлайн. А вообще есть изначально сетевые акции, которые позволяют проводить такие активности, но в сети. Это интересно, если вы хотите представителей разных городов, разных регионов создать какую-нибудь такую масштабную акцию, то вот добро пожаловать на портал Вики Сибириад. Здесь вы можете сами поучаствовать в акциях. Это портал для библиотекарей, для учителей. Здесь очень много всего интересного, и мастер-классы, и акции, и много всего. В том числе проведено более 50 акций. Уже даже акции запланированы на 2021 год, как вы видите в списке. А вообще сейчас проводится здесь опрос, предлагаю, библиотекари предлагают свои собственные акции, которые они могут и хотят провести на портале Вики Сибириада. Они пройдут экспертную оценку, и потом, возможно, они будут на портале работать. Так что можете зайти на этот портал, ссылку я вам отправила в чат, посмотреть. Может быть, вам что-то понравится. Даже если вы участвовать не будете, может быть, какая-то идея придется вам по душе. Ну вот из последнего, что, например, делали. Из названия понятно. Например, акция «Однажды в библиотеке». Это собирание разных интересных библиотечных историй. Какие-то необычные случаи, которые произошли в библиотеке, и все это собиралось в одну большую презентацию этих библиотечных историй. Сейчас я вам ссылку отправлю, чтобы было интереснее посмотреть, можно будет. Либо еще такая интересная акция, не хочет копироваться, интересная акция «Шире круг». Из названия тоже понятно, я думаю, о чем акция была. Эта акция собирала информацию о разных играх народов России. Тоже создавали такой коллективный продукт в виде презентации, где можно почитать информацию обо всем. Интересно, что Вики Сибиряда, она ориентирована на совместную работу, поэтому здесь все сетевые акции в основном это совместное какое-то творчество. Поэтому можно попробовать и сами поучаствовать, посмотреть. Сетевых акций много ВКонтакте, тут уже перечислять можно бесконечно, тут и квесты, и викторины, и разные другие интерактивности. Я вам просто ссылку на сообщество, которое называется «Сетевые акции», библиотечные акции 2020 года. Здесь, кстати, можно рекламировать себя, публиковать свои материалы, насколько я поняла, подавать информацию о своих мероприятиях. Ну, своеобразная рекламная площадка, и здесь можно еще много идей посмотреть. Сейчас много идей для новогодних акций, что там только не делают, и квартиру украшают, и библиотеку украшают, и поздравления пишут, и видеоролики снимают, разные другие активности придумывают, связанные с Новым годом. Так что можно заглянуть, посмотреть и поучаствовать. Ссылочку оставила в чате. Ну, уже про акцию рассказала все, и не даже немножко больше. Про остальные мероприятия уже не так подробно буду рассказывать, поскольку они все, наверное, родом из акции. Просто они различаются немножко по длительности. Библиомарафон – это тоже комплексное мероприятие, но оно более длительное, чем акция, я бы сказала. Если акция в основном на привлечение внимания, ориентированно, то библиотечный марафон – это больше такое углубление в тему, я бы сказала. Это привлечение внимания к книге, к писателю, продвижение какой-то литературы, продвижение чтения и так далее. Библиотечный марафон, и с понятием марафон, понятно, что это что-то долгое и длительное. Может быть, несколько этапов, а может быть, просто на протяжении какого-то длительного периода расставлены мероприятия. У нас, например, был библиомарафон. Сейчас покажу на следующем слайде, как это было. В библиомарафоне, чтобы читатели не заскучали, хорошо запланировать разноформатные мероприятия. То есть там и лекции, и презентации, и викторины, и выставки. В общем, чтобы они были разные. Ну и, естественно, нам нужно подвести итоги в конце и наградить участников. Ну, вот схема в основном выглядит так. Мы проводили литературный марафон в 2015 году, к юбилейной дате, это «Феликая победа». «Прикосновение к подвигу» мы его назвали. Если вам интересна, вот ссылка. Это канал YouTube, где, собственно говоря, собраны аудиозаписи, созданные в рамках этого марафона. Мы запланировали, в чем суть была марафона, запланировали мероприятия, презентации по страницам книг о войне. Акция продолжалась с января по май, и итоги мы подвели накануне Дня Победы. Вот такие сроки были, несколько месяцев. Далее, после презентации, мы предлагали участникам поиграть в разные игры и викторины, связанные с темой Великой Отечественной войны. Это были познавательные викторины, связанные с героями войны, в том числе войны в Заполярье. Далее у нас была выставка с поэтическими строками о Великой Отечественной войне. И с этой выставки мы предлагали читателям поучаствовать в чтениях. Ну, по сути, это было чтение с листа. То есть участник брал с выставки книгу, там несколько минут на подготовку, ну и затем соревновались. Такой немножко поэтический батл получился. Прямо здесь же на мероприятии, в конце мероприятия. Ну, а особо талантливыми, желающими мы предлагали записать это либо на аудио, либо на видео. И в результате получилось 143 записи таких аудио-видеочтений. И вот ссылку на них я вам в чат как раз и отправила. Интересный получился марафон. Участников было довольно много. Сначала те, кто организованно к нам ходил, а затем его обычные читатели, увидев рекламу в библиотеке, захотели что-то почитать о войне на камеру и на микрофон. В итоге у нас самый маленький участник, ему было 10 лет, самый старший 80 лет. 143 записи в итоге получилось. И это вызвало очень большой интерес. У нас разные хорошие вещи потом произошли. В результате этого марафона очень много появилось соратников в библиотеке, скажем так. Если проводить марафоны в сетях, то это тоже возможно. Сейчас социальная сеть ВКонтакте, просто клондайк всего-всего. В том числе там и разные марафоны проводятся. Ну вот я нашла, например, книжный марафон в одной из библиотек Белгородской области. Валуйская централизованная библиотечная система предлагала своим читателям межрегиональный книжный марафон «Смеяться разрешается». То есть можно было участвовать и не только участникам Белгородской области, но и по всей России можно было поучаствовать. Здесь марафоны, конечно, уже не такие полномасштабные, как в реальной действительности. Здесь, например, предлагалось рассказывать о своих любимых юмористических книгах, разместить в социальных сетях эти видеоролики, дополнить хэштегом, опубликовать все это. Ну и затем награждались участники самые активные. Все это можно было оценивать, лайкать и так далее. 270 участников поучаствовало в этом марафоне со всех уголков страны. Так что можно марафоны проводить и в сетях тоже. Но здесь выполнялось основное требование. Здесь не было, допустим, комплекса мероприятий каких-то особенных, но зато он был длительный. На протяжении нескольких месяцев участники соревновались таким образом друг с другом. Вообще, кроме, допустим, книжного марафона, можно проводить еще творческие разные марафоны и так далее. Но если что касается творчества, то для этого существует особый формат, называется он фестиваль. Фестиваль – это больше творчество. Это больше не соревновательность. Конечно, это тоже возможно, но здесь больше показать свои творческие способности, привлечь читателей к проявлению своего творчества. Как правило, в фестивале предполагается несколько номинаций, где каждый участник можно выбрать свою и сделать, выполнить какое-то задание по этой номинации, представить его, а библиотека уже на сайте, в блоге, в социальных сетях это все опубликует и покажет. Но, опять-таки, здесь тоже и видеоролики можно снимать, и записи разные сделать, и рисовать, и все что угодно. Был в нашей жизни и такой творческий фестиваль «Мурманскфест». Это к юбилею города мы придумали. Вот такая была афишка, где каждый мог выбрать себе номинацию. У нас были номинации комиксистов, комиксмейкеров, ну, в общем, конкурс комиксов, если проще говорить. У нас был конкурс эссе, и конкурс презентаций творческих. Еще дополучно мы придумали номинацию с озвучкой книг, но эта номинация потом перешла в проект, поэтому это уже была отдельная история. Но изначально вот эти четыре номинации существовали. Если интересно, посмотрите, вот ссылку дам на наш блог. Все эти работы публиковались в блоге, за них можно было голосовать, их можно было лайкать, распространяли в социальных сетях. В общем, интерес вызвать у нас получилось. То есть здесь были творческие работы, а то участникам требовалось что-то для себя выбрать. Либо нарисовать, либо озвучить, либо презентацию сделать, либо эссену писать. Можно придумать любые другие. Вот это вот такая схемка. Мы ее распечатывали, и как листовки раздавали всем желающим. В сетях тоже много всего интересного, и в том числе ВКонтакте. Вот интересно мне показался такой вот фестиваль Клюква. Молодежного чтения. Это 2015 года, хотя довольно современно все. И на сегодняшний момент это все актуально. Здесь тоже было несколько номинаций. Ну, например, это было тоже творческим конкурсом. Номинация книга версия 2.0 это конкурс рецензии на любимые произведения в формате видео, насколько я поняла. Бук-лук. Это фотоконкурс. Ой, сейчас очень популярны разные фотоконкурсы. Сфотографируйся с книгой, сфотографируйся с обложкой этой книги, какие-то другие разные вещи. Сейчас уже даже не селфи с книгой, а шелфи с книгой. Шелфи – это фотографирование своей книжной полки. От английского слова «шелфи». Это тоже что-то новенькое. В общем, вот Бук-лук. Это фотография с книгой. Еще фотография в образе любимого литературного персонажа. История города Н – это литературный конкурс. Рассказывается история о своем городе, реальной или вымышленной. Специально для библиотекарей, я понимаю, была номинация «Библиотечная находка». Это конкурс библиотечных проектов. И все это внутри одного фестиваля. Каждый участник мог участвовать в нескольких номинациях, если он хотел, и представлять свои работы на этот конкурс. Интересный формат. Я вам ссылочку отправила в чат, если интересно. Можно посмотреть. И что-то по подобию сейчас можно устраивать в социальных сетях. Ну и, наконец, мы добрались до самого грандиозного. Из этого списка – это библиотечный проект. Проект, как в переводе «бросок вперед», по сути, это что-то такое крупномасштабное, это что-то очень важное, нацеленное на решение какой-то важной проблемы, желательно социально значимой. Проект, к нему очень много разных требований, есть специальные шаблоны для написания проектов. Это все можно найти в интернете, методические инструкции получить на этот счет. Что для проекта важно? Проект не может существовать всегда, он на какое-то определенное время создается и реализуется. Но он довольно крупномасштабный, поэтому от нескольких месяцев, то, может быть, нескольких лет. Но в основном традиционно это код. Чаще всего проекты такого формата. Для проекта важно поставить какие-то ясные цели и задачи, которые вы хотите достичь. Цель – это решение проблемы, а задача – это шаги по пути решения этой проблемы. Ну и, наконец, хороший проект, который завершился, принес какие-то определенные бонусы, и он перспективный, то есть его опыт можно применять в других сферах деятельности, другим организациям можно его использовать. В общем, какие-то должны быть перспективы для развития. Ну вот основные требования к проекту такие. Проект, опять-таки, можно реализовать и в режиме обычном, и в режиме онлайн. И так, и так, сейчас проектов существует множество библиотечных. Ну, на примере нашего покажу проекта, поскольку это ближе. Проект, один из последних, который мы делали в библиотеке, «Знай наших». Это проект, связанный с созданием электронного краеведческого ресурса, аудиокниги по страницам писателей Мурманска. Мы выбрали мурманскую семью, чье имя носила наша, сейчас носит наша библиотека. Имя Николая Николаевича Блинова и его семьи. У него все четверо в семье, все четверо литераторы. И вот мы поставили проблему о том, что нет, по крайней мере, на территории нашей области, не было аудиокниг по страницам авторов краеведческих. То есть множество аудиокниг издается, но вот краеведческих аудиокниг не было. И вот эта вот социальная проблема о том, что хотелось бы, чтобы люди с ограниченными возможностями тоже имели доступ к краеведческой литературе, вот социальная значимость этой проблемы, и сподвигла нас на то, чтобы создать такую аудиокнигу. Совместно с читателями мы ее делали. Читатели озвучивали страницы книг этой литературной династии. В итоге этот проект у нас получился. Мы издали эту книгу «Аудиодиск. Город с морским характером». Мы его назвали. Он сейчас находится на сайте Мурманской областной библиотеки. Он во всех библиотеках города присутствует. И даже в некоторых библиотеках области. Озвучены нашими читателями страницы из книг. Мы, конечно, брали не все, потому что материал очень большой. Но самое интересное мы постарались озвучить. Опять-таки, разброс по участникам был очень большой. Было много детских рассказов. Их читали и дети, и школьники, и учащиеся педагогического колледжа, поскольку им это близко. Ну а более взрослые произведения читали уже более взрослые участники. Каждому нашлось применение в итоге. Ну и вот проект таким образом был решен. Более подробно, вот сама презентация этого проекта и рассказ о нем, я вот в чат отправила пару ссылок. Можно по ним посмотреть, если кому-то интересно. Разновидность проекта. Проект сетевой. Сетевой проект немножко отличается от обычного тем, что здесь упор делается на совместную деятельность, во-первых. То есть какой-то продукт создается совместными усилиями. И то, что здесь используются сервисы Web 2.0 в сетевом проекте. То есть это проект изначально на то, чтобы он существовал в сети, и чтобы с помощью разных онлайн-сервисов можно было что-то в нем создать. Сетевых проектов много. Парочку из них могу вам представить, в которых мне довелось поучаствовать. Известный проект «Литературные герои ВКонтакте». На страницах ВКонтакте существовал этот проект. Вот ссылка на него. Участникам нужно было создать страничку литературного героя в сети ВКонтакте и наполнить эту страничку разными материалами. Нужно было сделать аватарку с этим персонажем, фотоколлажи, снять видеоролик, буктрейлер, создать карту. Там было более 10 заданий. Участник, такой длительный был проект. В результате участники не только хорошо познакомились с книгой, но и освоили еще много онлайн-сервисов. Дополнительно в помощь проводились вебинары, на которых они узнавали о разных инструментах, онлайн-сервисах, потом их применяли в работе. И еще один интересный сетевой проект, тоже много о нем говорили, книжный шкаф «Поколение.NEXT». Тоже адресованный был библиотекарем и их читателем на платформе Вики Сибириада он проводился. Смысл в чем был? Нужно было создавать электронные читательские дневники с помощью разных онлайн-сервисов и представлять их на страницах как раз Вики Сибириады. В электронных читательских дневниках опять-таки были и тексты, и фотографии, и видеоролики, и буктрейлеры, и многое-многое другое. И опять-таки в помощь проводились вебинары для библиотекарей, которые потом помогали школьникам с работами. Вот таким образом получилось совместное творчество. Я сейчас вам ссылку отправлю на конкурсные работы. Может быть, что-то понравится, какую-то идею вы для себя возьмете. Если вы хотите участвовать в сетевых проектах, создавать что-то с сетевыми проектами, то тут необходимы разные сервисы для совместной работы. Использовать их огромное количество. Я буквально сейчас несколько слайдов полистаю в заключении презентации. Напомню вам о некоторых сервисах для совместной работы. Вопрос, в какой программе лучше делать буктрейлер. А все зависит от ваших возможностей. Самая простая программа, я не говорила, Movie Maker. Это самая простая и самая бесплатная из набора инструментов. Если вы хотите что-то более сложное и серьезное, то можно попробовать VideoPad Editor. Он 5 видео вам сделает бесплатно. И вы можете в нем приспособиться. Но там нужно время, чтобы освоиться с программкой. Поэтому тут сразу насколько не получится. Вот я парочку этих знаю неплохих из бесплатных. Пожалуй, то, что я использую. Про совместные сервисы у меня будет отдельный вебинар по этой теме. Я в прошлом году его проводила. Просто полистаю слайды и напомню вам, что для совместных сетевых проектов можно использовать разные форматы. Например, Google Презентацию. Знакомый формат, когда мы создаем одну общую презентацию, и на нее каждый участник добавляет свой слайд со своей информацией. Вот эту ссылку я уже давала. Презентация Вики Сибириады «Шире круг». Каждый имел свой слайд и на нем свою игру описывал. Плюс к этому можно еще комментировать работы. Если вы руководитель этого проекта, то вы можете еще и комментировать по ходу. Кстати, участники могут тоже это делать. И совместное общение замечательно настроится. Тот же самый Google позволяет и общие Google карты создавать. И совместно какие-то литературные интерактивные карты, например, делать по страницам произведений какого-то писателя. Либо карта достопримечательностей родного края. Тут все очень просто. Нужно добавить метку на карте, а к этой метке прикрепить картинки, видео и тексты. Красивенько это все можно обрисовать, раскрасить. Получится интересная интерактивная штука. Можно совместно заниматься озвучкой картинок. Например, взять какую-то готовую презентацию. Мы взяли, например, детские рисунки. И совместно их озвучили вместе с детьми. Получилась такая поморская сказка. Сервис называется Voice Read. Это сервис для создания озвученных аудио и видео. В общем, скажем так, это озвученная презентация на основе ваших слайдов, картинок. Озвучка добавляется коллективным образом. Можно, конечно, самого все добавить, а можно каждый участник, чтобы подгружался и добавлял свою озвучку. Либо можно текстом дописать. Но самое интересное здесь, конечно, это озвучка, запись аудио. Что еще можно совместно делать? Да, можно публиковать статьи совместно. Для этого есть сервис Suttory. Он позволяет создавать интересные интерактивные статьи с разным контентом. Здесь есть и видео, и тексты, и аудио можно добавить. Единственное, что здесь демо-версия всего 14 дней. Увы и ах. А так вообще отлично все. Вот он, например, позволяет такой вот списочек неплохой добавить внутрь. Здесь можно и викторины, и игры создавать, и просто тексты писать, и многое-многое другое. И все это совместно делать. То есть вам нужно просто создать и пригласить с автором. Ленту времени тоже можно создавать совместными усилиями. Ну, это шкала с временными отсечками. Надеюсь, знакомо вам это понятие. По биографиям разных писателей, исторических деятелей, про исторические события. Для этого есть хороший сервис Timeline.js. Он основан на таблицах Google. Нужен Google аккаунт. Заполняете табличку, и сервис вам генерирует ленту времени. Просто и бесплатно. Ну, и ментальные карты тоже. Это вообще сервисы, предназначенные для совместной работы. Тут можно наполнять содержимым совершенно разным. И выставки создавать, и мозговые штурмы проводить, какую-то информацию собирать. Для этого парочка сервисов самых моих любимых. Это MindMaster, но его брат-близнец Миндома. Это практически идентичные друг другу сервисы, которые позволяют создавать интересные ментальные карты. Тексты, картинки и даже видеоролики со ссылками. Так что вот рекомендуем. Padlet. Ну, а это мы уже добрались до виртуальных досок. На виртуальной доске можно размещать все, что угодно. Вы можете, если проводите какие-то фестивали творческих работ, предложить доску Padlet, на которой каждый участник может свою творческую работу разместить. Можно и аудио добавлять, и видео, и просто текст написать, и фотографию прикрепить к этой виртуальной доске. И, кстати, для работы на ней даже регистрироваться. Не надо. Тут достаточно предоставить всем доступ. По этому же принципу действует и вот этот сервис Linaid. Он немножко попроще, но смысл в общем точно такой же. Можно к виртуальной доске прикреплять тексты, картинки и видео, но в виде стикеров. Получается интересно и необычно. Творческие работы. Вот я как раз в чат отправила пару ссылок. Это как раз выставки творческих работ, которые делаются совместными усилиями. В общем, это все интересные идеи для разного совместного творчества. Ну и напоследок оставила еще один сервис. О нем я буду когда-нибудь говорить поподробнее. Он запланировал, если вы видели список вебинаров, то вот у меня он запланирован чуть позже. Это сервис Easy Travel. Он позволяет создавать аудио-туры и аудио-экскурсии. И он тоже предназначен для совместной работы. То есть можно эти аудио-туры создавать совместными усилиями. Что это может быть? Это экскурсия по библиотеке, экскурсия по городу, по достопримечательностям города и так далее. Этот сервис довольно несложный. Главное, что он аудио-тур. То есть к рассказу о какой-то достопримечательности прикрепляется озвучка, плюс еще можно добавить викторию. Можно, конечно, говорить много-много и бесконечно. Вот обещанные обучалки со ссылками. Если кого-то что-то заинтересовало, вот список всех сервисов, которые я сегодня упоминала. Вы можете скачать и саму презентацию с этими гиперссылками. Чуть позже я это все опубликую, когда будет видеозапись. Вместе с презентацией и видеозаписью будет в моей группе ИКТ Мастерилки. Если кто-то о ней слышал, то там все материалы. Но пока эту презентацию со всеми ссылками можно скачать еще из виртуальной комнаты. Ну и из Яндекс.Диска, конечно. Спасибо вам большое за то, что собрались в такой непривычный час. За внимание, за вопросы. У меня еще несколько вопросов. Я увидела во вкладке. Сейчас постараюсь ответить. Скачиваются ли игры или работают на платформах. Эти игры интерактивные. Они работают на платформах. Скачать на компьютер нельзя. Они только в режиме онлайн. Поскольку делаются в онлайне и работают тоже в онлайне. Вы можете вставить их на страницу своего сайта и блога библиотечного, например, если они у вас есть. Либо в социальных сетях делится ссылкой. И читатели будут по этим ссылкам ходить и играть в эти игры. Вот таким образом. В общем, я надеюсь, информация была полезной. Много информации я понимаю, как всегда. Но надеюсь, что-то интересное, новое вы для себя сегодня услышали. Спасибо большое. И до новых встреч. До новых встреч.